Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Сделав виток, история возвращается на круги своя. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в самом центре Перми был освящен в 1789 году. В 1928-м церковь закрыли, сняли колокола, спустя еще пять лет разобрали купол. Всю новейшую историю храмовое здание служило светским целям, было студенческим общежитием после корпусом фармакадемии. Сегодня историческую справедливость восстанавливают, освященный крест водружают на законное место. Этот храм будет тем, чем он призван, для чего он был построен нашими благочестивыми предками, для того, чтобы в нем прославлялось имя Божие, имя Божией Матери. Имя Божией Матери этот храм носит название Храма Рождества Пресвятой Богородицы. И в сегодняшний день мы венчаем его православным крестом, этот храм приобретет уже вид, и будем постепенно двигаться так, чтобы совершить в нем первое богослужение. В Пермской епархии здание церкви возвратили в апреле 2010 года. Это послужило началом процесса реконструкции. Под слоем краски на стенах были обнаружены старинные фрески, которые теперь реставрируют. За это время также основательно укрепили колонны, своды и фундамент, потерявший несущую способность. Крестовое сдвижение православные воспринимают как чудо, знаменующее возрождение добрых традиций. Если есть в селении, в граде, в весе купола с крестом, значит это селение стоит, эта весть стоит. И наконец-то у нас тоже на нашей Ленино-Покровской, Богородичной, ее Рождественской звали улицей будет крест. Мы давно его ждали. Проект реконструкции церкви был сделан на основании историко-библиографических исследований. Так что по завершении восстановительных работ храм Рождества Пресвятой Богородицы станет таким, каким был до революции. Елена Закирова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.